да да что 2 2 почему 2 потому что тут в первом значит маленький квадратчик большой квадрат потом два маленьких большой квадрат два маленьких и потом надо чтобы было два маленьких квадрата вот 1 1 1 ну правильно младшина так у нас новый уровень поехали дальше а я кажется понял как продолжить отсюда и зеленый красный фиолетовый потом идет фиолетовый зеленый красный потом еще идет два фиолетового кажется тут закономерность по 3 красный зеленый фиолетовый так много раз по моему а я понял не не так сначала красный зеленый фиолетовый потом наоборот зеленый красный фиолетовый сначала должно быть наоборот зеленый красный фиолетовый а потом опять наоборот зеленый красный фиолетовый а потом опять зеленый красный фиолетовый 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 а потом опять фиолетовый фиолетовый это не то что ты странно начал смотри вот матвей да это же сказал что 2 фиолетовый вот я с ним полностью согласен посмотри потому что она начинаем от середины красный зеленый фиолетовый красный зеленый фиолетовый и такое продолжается значит тут красный зеленый мы ставим фиолетовый есть те кто не заметил что это там сначала идет так а потом наоборот поворачивается что вот сначала идет зеленый красный фиолетовый а потом же наоборот идет а ты наверно не то подумал или мы не то подумали в общем тут нельзя определить мне кажется что начинается отсюда они отсюда потому что отсюда дальше некуда идти я уже определил по а следовательно хорошо тогда давайте сначала идет зеленый красный фиолетовый хорошо давайте решим кто за первое кто за первое я Матвей я я тоже за первый вариант первый вариант кто за другие варианты если такие есть отвечаем и у нас получается правильно это я же говорил что как моя последовательность сначала идет так а потом наоборот а нет там как я говорил не нет ткать текст ну что мы не смогли понять что мы видим как скотина а сколько треугольников на картинке Сколько треугольников на картинке? Шесть треугольников. Шесть треугольников. Ну, ты видишь где-нибудь? Десять треугольников. Десять. Вы не понимаете? Два треугольника может быть одним. Понятно, я понял. Ты считаешь, что десять. Давай посчитаем. Я считаю, что восемь. Ну, первый, кто сказал, считает, что... Сначала рассмотрим его. Первое. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Запомнили. Еще мы можем сейчас... Сотру. Еще мы можем взять его самого. Секунду, секунду, секунду. Потом еще вот этот весь прямоугольник. Вот. Еще один. А потом... Дальше... Подожди. Так. Вот смотри. Дальше вот так вот можно. Оба. Раз. И также второй. Два. Второй. Ну и третий. И четвертый. Ну и последние два. Это вот. Оба. И оба. Еще два. Считаем. Получается шесть, восемь, десять. Один. Все со мной согласны? Да. Конечно. Два. Ты говорил. Так. Вот. Че-то не правильно. Я же говорю, 8 там треугольников. Хорошо. Я же говорю, 12. 12. Хорошо, давай. 8 или 12? 12. 8. Больше за 12 проголосовали. Да. Оказалось 12. Просто я, наверное, что-то упустила. Сейчас посмотрим. А, мы забыли последние два вот так вот. А-а-а, так вот. Остальные у нас все. Ну и последняя, нет, даже предпоследняя задача на сегодня. Потому что тут энергии нет. Так, выбираем математику или схема? Математику. Ну у нас 4 батарейки, а тут у нас 5. А-а-а, тут я тоже затупил. Тогда переходим на другое. Так, тут есть. Наведи порядок, закономерности, истина или ложь? И ложь. Ну, мне кажется, мне кажется. Давайте истина. Или наведи порядок, и ложь. Истина, и ложь. Давайте. Одно. Минусы. Минусы спросили, плюс ли он. Как он не ответит на этот вопрос? Минус это тот, который всегда будет. А плюс это? Она не ответит, я не плюс. Так. Почему же? Потому что минус всегда говорит ложь. Так. Правильно. Так. Ну и все. Оказалось не так уж и мило. Ну, и может быть с базового что-нибудь посмотрим. А нет, на базовой только разминка. Давайте все-таки пройдем ее. Так. Сутки допустим. Олина и мамой пять девочек. Вика, Аня, Марта, Кира. Как зовут? Оля! Оля! Ну понятно, потому что Олина. Да, правильно. Вы молодцы. Ну, так. Цель достигнута. Нас можно поздравить. Ну и пойдем к самим текстовым задачам. Ну, так. Собственная скорость моторной лодки 17,6 км в час. Скорость течения реки 2,8 км в час. Дайте скорость моторной лодки по течению реки. Кто хочет решить эту задачу? Я, кажется, понял. Нам просто надо сложить 17,6 км в час и 2,8 км в час. Так. 18,6 км в час. Сложить. У кого такое же предположение? Я уверен в этом на сто процентов. Я не устал. Я не устал. Всё это идёт. Не смотрим правильных сборmee. Мне наверняка. Сложить round понимали потому что течение вышло бы против него и скорость у него бы уменьшалась. А тут когда он по течению идет, то наоборот школа увеличивается. Поэтому мы складываем. Это правильно. Но ни у кого нет таких других вариантов? Нет? Да, на самом деле, правильно. Ну и сколько тогда получается? А, Вика приняла руку. Тогда у нас получается 20,4. 20,4. Правильно. У тебя так же? Да, у меня так. Молодцы. Собственная скорость катера 12,4 километра в час. Скорость течения реки 3,6 километра в час. Найдите скорость катера по течению реки. У нас получается 16,6 километра в час. 16,6 километра в час. 16,6 километра в час. Против течения. Значит, это течение будет его скорость уменьшать. А это означает, что должна 32,8 отнять скорость течения реки. Потому что он против течения. Сколько получится? Как у нас получится... 32, если на 1 минуту? У нас получится 29,5 километра в час. У нас получится 29,5 километра в час. Правильно. Следующая. Можно немного опустить? Просто не очень хочу. Скорость катера в стоячей воде... 12,3 километра в час. Скорость течения реки 2,8 километра в час. Найдите скорость катера против течения реки. Тут мы делаем то же самое. Так как он идет против течения, мы должны 12,3 отнять 2,8. Так у нас получается... 9,5 километра в час. Так у нас получается... 9,5 километра в час. 9,5 километра в час. Я выкинула. Да, выкинула. А я получается все... Несколько. 0,5 километра в час. 101. Ну вот что... Ну а что... Организаторов кто нибудь знает что случилось? Ну это организатор, Брагим. Рагим, а ты что-нибудь знаешь? Да. А вот, все. Хорошо. У меня отключилось. У меня отключилось. У меня отключилось, и поэтому... Ну, да. Кстати, это... Я уже решила задачу, пока вас не было. Демонстрация, потому что открыто. Вы остановились на четвертой задаче? Да. Скорость катера в стоячей воде 12,3 км в час. Скорость течения реки 2,8 км в час. Найдите скорость катера против течения реки. Тут мы делаем то же самое, что и в третьем. Так как против течения реки, у него скорость уменьшается. От 12,3 км в час мы отнимаем 2,8 км в час. И так у нас получается 9,5 км в час. В лицах 5,5 км в час. Правильно. Так. Я понял. Ты хорошо решаешь. Нужно, чтобы еще и другие порешали. Давай 5-й сделает... Кристина. Я просто помню формулу на эту задачу поэт. Собственная скорость катера 12,3 км в час. Скорость течения реки 3,8 км в час. Здесь переходят... Скорость течения реки 3,9 км в час. Скорость течения реки 4,9 км в час. День или копия 3,8 км в час. День или копия 4,9 км в час. И что надо сделать? скорость катера по течению ищи какое действие нам что нужно сложить вычесть может делить что нам нужно делать и с чем ладно давай руслан чтобы узнать скорость по течению если вот в реальной жизни если мы идем по течению значит что в течение сама скорость у нее и она увеличивает скорость her backstage до этого наша скорость добавляется а нам уже известна скорость течения это означает мы должны чтобы узнать скорость течение мы должны просто сложить и узнаем по течению значит получается 2,3 мы складываем 3,8 и у нас получается 12,1 и чтобы узнать скорость против течения реки нам надо 12,3 отнять 3,8 и так у нас получится 8,5 я решила так, следующий давай собственная скорость моторной лодки 23,6 км в час скорость течения реки 2,9 км в час найдите скорость моторной лодки по течению и против течения так у нас получается собственность моторной лодки 23 тут мы делаем то же самое 23,6 складываем со скоростью течения и у нас получается 26,5 это скорость моторной лодки по течению а теперь мы узнаем сколько будет против течения мы должны 23,6 отнять 2,9 и так у нас получается 15 отнимаем 9 отнимается 7 и 1 то есть у нас 1 десяток высчитывается и так мы должны 22 отнять это у нас получается 20,7 это скорость против течения реки молодец так, следующее давай, которое седьмое тогда давай Светлана так, ну давай тогда да Вика давай Вика давай Вика скорость катера стоящего в воде 11,9 км в час течения реки 14,7 км в час вы же у тебя есть за шею я же 5 найдите скорость течения реки чтобы найти скорость течения реки надо чтобы найти скорость течения реки скорость текателя по течению реки то есть 14,7 км в час надо вычесть 11,9 км в час получается 2,8 км в час так 2,8 км в час ну ладно тогда давай комфортно ладно, давай комфортно задача номер 8 скорость лодки по течению реки 8,2 кмч собственная скорость лодки 5,8 кмч найдите скорость течения реки итак чтобы узнать скорость течения реки тут уже нам известно сколько скорость по течению реки это когда вот мы вместе с нею и это означает мы должны вот целая скорость которая у нас прибавилась от течения реки мы должны отнять скорость лодки и тогда мы узнаем скорость течения итак мы отнимаем 8,2 отнимаем 5,8 итак у нас получается 2,4 это скорость течения реки где целых четыре десятка на самом деле это правильный ответ а следующий давай Вика ладно тогда давай а Степан давай привет против течения реки теплоход за один час проходит 26,7 км скорость теплохода по течению если скорость течения реки если скорость течения реки 3,8 кмч ну против течения реки теплоход за один час проходит 26,7 км нужно найти скорость по течению реки а скорость течения реки 3,8 кмч нужно 3,8 умножить на 2 и прибавить то что получилось к 26,7 кмч так а решение повторить как ты вот нашел что уговорит только я немного потерял смысл смысл 3,8 нужно умножить на 2 и то что получилось прибавить к 26,7 кмч ну сколько у тебя получается получается умножить на 2 это 7,6 кмч и прибавить это получается 34,3 кмч у кого есть другое решение мне кажется другого решения к этой задаче нет но если мы берем если против течения реки мы знаем что скорость катера уменьшается а это означает мы должны сложить 26,7 кмч мы должны сложить 3,8 кмч это скорость течения и тогда мы узнаем скорость катера без против течения так у нас получится 7 плюс 8 у нас будет 15 один в уме остается 26,3 кмч у нас получается 29 то есть 29 кмч еще один в уме у нас получается 30 и так получается 3,5 кмч да давайте следующий 11 давай Руслан скорость моторной лодки кстати мы девятое задание пропустили кажется да? да ну тогда давай вернемся нет мы уже решали а ну тогда 11 скорость моторной лодки по течению реки 25,5 кмч скорость течения реки 3,7 кмч найдите собственную скорость моторной лодки тут мы делаем практически то же самое что и в других задачах если скорость моторной лодки она по течению 25 кмч а это значит что если она по течению шла это значит что ее скорость увеличилась и для этого а скорость на течении реки нам известно и для этого нам надо а сколько у нас получилось мы должны отнять скорость течения реки и так у нас получается От 5 мы не можем отнять 7, от 25,5 мы отнимаем 3,7, от 5 мы не можем отнять 7 мы занимаем у нас получается 15, 15 отнимаем 7 у нас получается 8. И так у нас осталось 24, от 24 отнимаем 3 получается 21 и так у нас получается 21,8 и это собственная скорость моторной лодки. двенадцатую кому решить? Есть желающие кроме тебя? Вика, Степан. Давай Вика, а потом Степан будет следующим. Скорость теплохода по течению реки 3,1 километра в час. Вроде же 13. 13? Нет? Нет. Мы еще 12-ю не решили. Скорость течения реки 3,9 километра в час. Найдите, собственно, скорость теплохода. Чтобы найти, собственно, скорость теплохода, надо из 30, из скорости теплохода по течению реки, лучше скорость течения реки. Тогда мы получим 30,2 километра в час. У кого так же или кто не согласен? Я вот могу объяснить. Если вот скорость теплохода по течению, если он идет по течению, скорость теплохода сама увеличивается. И это означает, что... А мы знаем скорость течения реки. А это значит, мы должны 33,1 отнять 2,9. Отнимаем течение реки. И так у нас получится... Мы вот вынимаем вот эту вот лишнюю скорость, которая добавилась от течения реки. И узнаем собственную скорость теплохода. 33,1 отнимаем течение... Скорость течения у нас получается 2,9 километра в час. И так 11 отнимаем 2, у нас получается... Отнимаем 9, у нас получается 2. Осталось у нас 32. 32 отнимаем В, и у нас получается 30,2. И это скорость теплохода. Мы выняли лишнюю скорость, которая добавилась от течения. Все, я решил. Так, у меня пролагало, сейчас вернулось. Так, 13-я, давай Степан Антонов. Скорость катера против течения реки 21,2 километра в час. Скорость течения реки 4,8 километра в час. Найдите собственную скорость катера. Получается, нужно вот 4,8 километра. Ну, 4,8 километра. Плюс 21,2. Получается 26 целых. 26 целых. Так, Руслан, что ты хочешь сказать? Я хотела еще одну задачу решить. Ну, на самом деле, в прошлой задаче 26 это правильно. Молодец, Степан. Следующую, то есть 14-ю, сделает Руслан. Скорость лодки против течения реки 9,1 километра в час. А скорость течения реки 2,7 километра в час. Найдите собственную скорость лодки. Мы должны прибавить ту скорость, которую у нас забрало течение реки. Течение реки у нас забрало 2,7 километра в час. То есть, она забрала эту скорость. И мы должны ее прибавить, чтобы узнать, сколько у нас было изначально лодки скорость. И так у нас получается. 2,7 прибавляем на скорость лодки. То есть, 7 плюс 1 у нас получается 8. И так у нас получается, 11,8. И это собственная скорость лодки. самую я уже так а следующее 15 сделает потом пойдет степан а потом поэтому готовится так следующее 16 или 15 не у нас пятнадцатая сейчас все спасибо 15 века шестнадцатый степан и семнадцатый слон можете заготовиться века скорость катера 22,7 км в час его скорость по течению 24,2 км в час где где скорость катера против течения реки так чтобы его скорость против течения реки нам нужно нам нужно из его скорости по течению реки вычистить его собственную скорость а получается 2,5 км в час получается 2,5 км в час все все согласны с ответом вики а у нее ответ какой был я просто нехорошо услышу века века 2,5 км в час 2,5 км в час и потом нам в конце надо было узнать для этого мы должны от 21,7 отнять то что у нас получилось при вычитании итак мы узнаем сколько против течения реки отнимаем мы так как потому что против течения реки у нас забирают эту скорость итак ответ вики правильный так следующая шестнадцатая степан собственная скорость теплохода сорок семь целых пять десятых километров в час а его скорость по течению реки пятьдесят она целые три десятых километра километра в час найдите скорость теплохода против течения нужно узнать разницу между сорок семь целых пять десятых и пятьдесят одно целых три десятых и это отнять у сорока семи целых пять десятых получается 3 целых восемь десятых минусы сорок семь целых пять десятых Получается 43,7. С этим согласны остальные? Я лично согласен. Я да. Ты готов. Я да. Правильно. Так, следующая, 17-я. И это уже задача русская. Да, это задача моя. Собственная скорость теплохода 41,2 км в час. А его скорость против течения найдите 37,6 км в час. Найдите скорость теплохода по течению реки. Итак, течение реки у нас забрало некую скорость. И чтобы узнать, какую скорость она нам забрала, мы должны от скорости теплохода отнять 37,6. Итак, у нас получается 41,2. Мы считаем 37,6. Получается 12,6 км в час будет 6,1 в уме. То есть 1 у нас забрали там 40, отнимаем 37, у нас получается 3. Итак, ответ 3,6. Теперь мы должны 3,6 прибавить к 41,2. И мы узнаем скорость теплохода по течению реки. И у нас получится 44,80. Все с этим согласны? Да. Да. Непрально. Вообще, непрально вот. Я мог. Так, давайте мы без таких мороженников. У нас тут математика. А математика. Есть приличные люди. Лучше не засорять их слух. Так, следующее у нас 18. Ну, давай, Вика, это сделает. Так, собственно, скорость лодки 4,5 км в час. А ее скорость протестечения 3,8 км в час. Найдите скорость лодки по течению реки. А для того, чтобы узнать скорость течения реки, нам нужны собственные скорости лодки. 4,5 км в час. Вычесть 3,8 км в час. А получится 7,7. А вот эти 0,7 мы прибавляем к 4,5 км в час. Таким образом, мы получаем 5,2 км в час. Это скорость лодки по течению реки. Я согласна. Да. Да. Да, ладно. Следующее. Степан. Которая 19. Скорость катера по течению реки 28,4 км в час. Скорость течения реки 3,9 км в час. Найдите собственную скорость катера и его скорость против течения. Нужно 3,9 км в час. Ой, наоборот. 28,4 км в час. Минус 3,9 км в час. Да. 24,5 км в час. Остальные сути согласны? Да. А мы согласны. Но это правильный ответ или нет? Это скорость катера. А против течения это нужно 24,5 км в час минус 3,9 км в час. Получается... Следующая, давай последняя задача на сегодня это 20. Можно мне ее? Я ее знаю. Вот я тебе и сказал. 20,6 км в час. Найдите его собственную скорость теплохода и его скорость против течения. Для начала нам сказали в задаче найти его собственную скорость. Для этого мы должны... То есть, если мы знаем, что по течению у него прибавилось... Если у него скорость прибавилась, раз он по течению идет, мы должны 53,1 отнять 3,6. И так у нас получается... 11 отнимаем 6, получается 5. А тут у нас уже один вычелся десяток. И так у нас остается 52,3. И мы отнимаем 52,3. И у нас получается 49. И ответ 49,5. Мы уже нашли скорость самого катера. А теперь нам надо прибавить 3,6. То есть, отнять 3,6. Чтобы узнать, сколько она уменьшится, когда она пройдет против течения. И так мы отнимаем 49,5. Отнимаем 3,6. И так у нас отнимаем от 15,6. У нас получается 9. И один вычелся. И так у нас получается 48, отнимаем 3. У нас получается 45 целых. Просто я запутался из-за того, что это... Не вижу это. 49,5. А, я понял. У нас получается 45 целых. И отнимаем там целые десятые. И у нас получается 45,9. И это скорость против течения. Я согласна с этим. Да, согласна. На самом деле, ты молодец. Ну и сегодня мы сделали 20 задач. Ну это почти половина. Но это все решили только 3 человека. Это Степан, Руслан и Вика. Вы молодцы. Руслан и Вика, наверное, тоже послушали. Так. У меня вот есть все формулы, которые мы сейчас решали все задачи. Да. Ну ты молодец. Если ты еще и запомнил. Так. Да. Я их запомнила. А еще они у меня имеются в написанности. Я их написала. Так. Ну. Сегодня у нас урок заканчивается. Есть пожелания на следующий урок? Да, да. Очень хочется. Ну и какие пожелания? Я имела в виду не будет он или нет, а в том смысле какие темы можно разобрать? Ну, к примеру, средний и крайний множители. Думаю, это слишком. Там произведение средних и крайних множителей равно их произведение, да? Ну, многие этого не знают. У меня на это тоже формула есть, я поэтому не знаю. И вообще, молодец. Так. Ну, тогда вам удачи. Вообще, и на следующем уроке это вроде бы будет скрич с Александром. Да. Да. Макс. А мы сейчас изучаем десятичные дроби. Ребят, скрич будет по другой ссылке.